так раз-раз слышно ли меня давайте проверим напишите что-нибудь у нас сегодня тема предложение в ютюбе вот и сейчас ко мне присоединиться наш гость иван 1 2 3 1 1 я тебя срезаю отлично так ну чё давай сразу к делу расскажи почему ты Ты занялся YouTube, какой у тебя опыт в этом, и перейдем туда к продвижению, как там вообще, что делать-то. — Понял, смол токена, да, поздно уже у нас в Азии. Окей, я Иван, эксперт в продвижении на YouTube, занимаюсь уже больше 8 лет этим, 8-й год, и начинал свой путь именно создания видео для бизнеса. Я жил тогда в Барнауле, и много ниш разных перепробовал. В общем, суть в том, что всегда любил снимать видео, пересматривать, эмоции и так далее. Потом мы начали делать видео для компаний, работать с предпринимателями. Знаешь, раньше тогда пленнинги были популярны, вот трафик люди настраивали на сайт, и вот мы делали такие ролики анимационные, продающие, презентационные, которые размещали на сайте и увеличивали конверсию сайта. То есть люди вкладывали деньги в рекламу, а сайт лучше инвертировал, соответственно, они больше зарабатывали. Потом начало думать, а как делать так, чтобы с клиентами работать очень долго, не искать постоянно новых клиентов, потому что продающий ролик один нужен, максимум два или три заказывали для разных направлений. Но пришел к тому, что можно продвигать эти ролики. То есть начали рекламу закупать и так далее, а потом пришел к продвижению на YouTube целиком, что можно через контент, создание контента, прогревать и так далее. В итоге я работаю сейчас с клиентами и по два, и по три года, даем им органический рост, органический потенциал. А с учетом того, что в прошлом году все заблокировалось на российскую аудиторию, YouTube сейчас еще больше в тренде стал, еще больше популярен. Вот, это если коротко. Понял. Ну, собственно, я работаю именно с предпринимателями больше, поэтому не с блогерами, которые миллионы подписчиков хотят набрать и зарабатывать на монетизации, тем более на русскую аудиторию монетизации, а именно с предпринимателями. То есть я про то, чтобы зарабатывать миллионы уже с первой тысячи подписчиков, просмотров и так далее. Ну, давай вот, например, возьмем меня, да, вот, что мне нужно сделать конкретно, да, чтобы, как ты говоришь, там, миллионы на YouTube. То есть у меня есть канал, вот, я туда просто выкладываю какие-то видео, рилсы, вот, и что-то залетает, что-то не залетает, вот. Самое забавное, что у меня залетело видео, которое даже не я снимал, там, два года назад, короче, выложил лекцию чувака про вред курения и алкоголя. На два миллиона. В итоге... Да, пиздец, просто вообще, ну, то есть, типа, а с этого видео пришло 15 тысяч подписчиков, типа, блядь, то есть я, блядь, три года что-то пытался, там, в деньги вкладывал, продвигал, там, снимал полезный контент, в итоге людям залетело вообще какое-то, там, трехминутное видео, типа, непонятное. Так бывает, но два-три года назад алгоритмы все равно были маленькие другие, раньше YouTube работал на авторов канала, то есть, как больше вероятности было то, что любой, любая, там, фигня может выстрелить, или хуже анализировал, ну, по крайней мере, несколько лет назад, на кого показывать. И было такое, что если на канале, там, много подписчиков, то какое бы говно, там, не выкладывал блогер, все равно набирает много просмотров подписчиков. А потом в какой-то момент все сломалось, и вдруг, там, у блогеров стали мало просмотров, потому что YouTube, вот, в какой-то момент переключился на зрителя, на пользователя, поэтому сейчас можно увидеть, что более такой релевантный контент подбирается для зрителей. И если ролики твои не интересны и будут смотреть, то он не будет их рекомендовать. Ну и плюс, конечно, конкуренция, она все равно подрастает. То есть, если говорить про алгоритмы YouTube, то целью YouTube является, чтобы как можно больше людей, как можно больше времени проводило на этой площадке, чтобы он мог больше рекламы интегрировать, больше денег заработать. Соответственно, когда сейчас люди запускают YouTube канал, ну, редко бывает такое, что сразу там первые ролики выстрелят. Потому что YouTube должен понять, а насколько серьезно ты пришел на YouTube, на эту площадку, насколько ты готов вовлекаться, потому что даже если контент классный и интересный, ему все равно есть среди кого выбирать, чьи ролики рекомендовать. И поэтому важно системно подходить к публикациям, не бросать это дело и так далее. И возвращаясь к вопросу к тебе, что тебе нужно делать. Расскажи, а в чем суть твоего канала и что ты продаешь с этого канала? Какие у тебя услуги? Давай разберем. Ну, я его сначала начинал, позиционировал как по маркетингу, потому что, по сути, я как из маркетинга, так скажем, вышел. Снимал сначала видео сугубо такие, а-ля, как настроить рекламу, как продвинуть это, продвинуть то, какие-то лекции свои выкладывал. А потом в какой-то момент для меня YouTube стал как Instagram и как ВКонтакте, такая, знаешь, своего рода психотерапия, где я просто делюсь своими мыслями, эмоциями, да, как бы вот, причем на разные темы абсолютно. То есть не только там про маркетинг, там про бизнес, про жизнь, про отношения, там, не знаю, про политику, еще что-то. В общем, все, что меня волнует, я этим делюсь. Вот. Ну, понятно, что стараюсь как-то держать в рамках там предпринимательства, да, типа там все-таки выводить себя в пользу, там, как это может быть полезно для бизнесмена, да. Но темы разные, так скажем, и психология, маркетинг, там, и бизнес. И пока мы сейчас как раз с тобой общаемся, да, по поводу твоего канала, вот ребята, кто смотрит, может написать, какие у вас вопросы по YouTube есть, либо какая ниша у вас, может быть, какие-то тоже идеи накидаем по вашим нишам, которые есть. И кто подпишется на меня, я думаю, что завтра прям кто там в записи смотрит, завтра может быть день в сторис прям устрою, что там пишите свою нишу, а я накидываю идеи, что можно сделать по YouTube. И первое, с чего начать, это вот как раз цель. Для кого-то цель, ну, вообще зачем заходить в YouTube канал? Для кого-то цель – это просто продажи, продажи своих услуг. Вот ты маркетолог, ты у тебя там наставничь, что есть, да, свое, или услуги агентства маркетинга. Ты понимаешь, какая у тебя целевая аудитория. Соответственно, под эту целевую аудиторию уже делаешь контент, который будет закрывать их возражения, которые могут показывать твои ролики в топе по каким-то ключевым запросам, по которым люди вбивают, которые будут тебя как эксперта и твои кейсы показывать, которые будут лояльность к тебе увеличивать за счет того, что люди там понимают, ну, мы же люди, мы кому-то нравимся, кому-то нет, и круто вот собрать свою аудиторию. А она, чтобы поняла, что она своя, вот как раз твои мысли, философика должна увидеть. Но чтобы были продажи, там, соответственно, определенные структуры роликов, определенные, то есть какие-то психологии влияния такая. И многие клиенты, которые ко мне приходят, понимают, что вот они не хотят быть блогером, снимать ролики, и там нужны только продажи. Там есть своя стратегия. Можно рекламный трафик просто купить и сразу там несколько рекламных роликов отнять и ничего постоянно не выкладывать, на них вкладывать деньги, и они будут просить клиентов. В твоем случае, да, помимо своего наставничества, которое ты можешь рассказывать в своих роликах, да, там, показывать свои кейсы, с кем ты работал, с какими трудностями они сталкиваются, а что человек получит после того, как он оставит заявку к тебе, то есть такой контент, ты можешь в целом как раз действительно сделать этот канал для отдушины, если просто вот уже до хрена материала в голове и просто хочется делиться. И даже если у тебя там смотрят сейчас 500 или 1000 человек, то блин, прикинь, это целый зал, то есть ты один ролик выложил, и целая аудитория вот только что впитала какие-то твои мысли, если там ты будешь локеры использовать. Я тоже об этом подумал, потому что, ну, прикинь, насколько тяжело осознавать, что какая-нибудь там херня залетает, да, там, а действительно какие-то умные, важные, полезные вещи, они типа, знаешь, там, 500 тысяч, 2-3, да, да, а потом я тоже подумал о том, что, ну, типа, во-первых, качество просмотра, какое, ну, типа там, когда какую-то херню выкладывают, то, ну, вряд ли эти люди потом о тебе вспомнят, или что-то у тебя купят, или вообще там, не знаю, там, то есть куда они там конвертнутся, они поржали, пошли дальше, да. А когда глубина проникновения большая, да, то есть когда ты там делишься каким-то там своим опытом, да, там, либо действительно интересными мыслями, то качество этого просмотра, даже если там в 10 раз, в 100 раз меньше, намного выше, чем там у других, там, скажем, блогеров, да. Вот следующий вопрос, который хотел задать, можно ли мне не нишеваться, условно, да, то есть ниша – это я, то есть вот я хакамада, я люблю пиздеть на любые темы, да, то есть я не хочу, знаешь, типа там, психология влияния, потому что мне вот сегодня интересно, это завтра, просто я такой человек, да, там, я очень любознательный, да, там, сегодня я это изучаю, а завтра вот это изучаю, да, вот можно просто на меня закрывать, да, то есть мне не какую-то философский, то есть с точки зрения эффективности продвижения, конечно, будет лучше определенная ниша, чтобы YouTube лучше понимал, на кого показывать твои ролики, и пусть это будет тоже немного просмотров, но это прям целевые, горящие такие люди будут. И в целом я за то, чтобы как раз там вырастить тысячу или десять тысяч амбассадоров, которые будут любой контент вы потреблять, чем развлекательный какой-то контент делать и набирать миллионы бесполезных просмотров. Амбатизации, тем более, нет никакой. В твоем случае, в любом случае, будет нишевание, то есть ты, во-первых, на тебя, люди, да, те, кто интересно, это, знаешь, как вот в наставничестве, в частности, многие, которые приходят в наставничество, да, становятся наставниками, обучаются где-то и думают, а с кем им работать теперь, кого наставлять, условно. И вот, как правило, есть такая версия, что твои клиенты это те, кто ты был когда-то, да, вот скажи, чей путь ты прошел. Да. И вот тебя и будут смотреть те люди, которые в бизнесе, которые, если ты просто будешь делиться вот на себя, закрывать своим опытом в бизнесе, в маркетинге, в психологии, в целом, кто в маркетинге, они автоматически в психологии, потому что они изучают, как влиять. Поэтому, в любом случае, вот это нишевание, оно у тебя есть. То есть, ты просто, ну, не сможешь транслировать все и обо всем. В идеале, конечно, лучше, чтобы весь этот контент был взаимосвязан, чтобы он был такой некий серийный, чтобы подсаживать человека, смотреть снова и снова твои ролики. Поэтому, если ты будешь говорить обо всем, ну, старайся все равно взаимосвязать, некий такой контент-план иметь. То есть, пока ты просто выкладываешь, вот выложил, то будут смотреть только те, кто уже там тебя знает. Но если ты хочешь постепенно больше новой аудитории привлекать, то лучше, чтобы это был серийный контент, взаимосвязанный, который и тебе интересен, чтобы ты долго его вел, рассказывал про это и не бросал. И аудитории, потому что если только будешь рассказывать только то, что интересно тебе, тоже это не будет заходить. Но при этом только на аудиторию тоже нет смысла только на аудиторию работать, потому что ты можешь выгореть быстро и подстраиваться под нее не вариант. Поэтому здесь, короче, вот этот баланс нужно найти. То, что тебе нравится, то, что тебе скайф, но чтобы общая какая-то концепция была. Многие, если вдруг дальше тебя будет вообще на разные темы распылять, многие делают второй канал. Например, там один канал про YouTube, про бизнес, вот про там что-то еще, вот мои коллеги делают. А второй там типа live, где они вообще обо всем. Там я переехал туда-то, там то-то-то. Просто вот для одушины как раз такой-то. И те, кто там мы продвигали клиента, там другая сегментация была, госзакупки, обучение госзакупкам. Там на более обширную сначала аудиторию, а потом второй канал создали наоборот на более узкую, которая вот прям чисто для тех, кто уже в теме. Вот. И тут просто надо вот свой такой формат найти. В твоем случае, исходя из того, что я видел, у тебя уже плюс-минус все равно об одном. Просто постарайся и огранку такую давать этим роликом. Подсаживать. Тут вопрос прилетел от зрителя. Какие в итоге сейчас инструменты продвижения? Потому что сейчас типа все заблокировано? Типа только SEO или что? Что можно сейчас делать? Ну, YouTube это в первую очередь всегда система рекомендаций классная. Плюс поисковая система классная уже вторая по популярности после Google. Люди сейчас хотят ответ на видеоформате. Мы, когда работаем с клиентом, у нас все ролики выходят в топ по каким-то запросам. Низкочастотные, средние или высокочастотные. Соответственно, по несколько тысяч просмотров целевых в месяц можно получать на каждый ролик только из-за того, что люди этот запрос ищут. И в топ поисковой выдаче это уже целевой прям трафик. И если вы правильную структуру сделаете, и правильный кликбейт, да, про красивую превьюшку, чтобы на эти ролики кликнули на вашу, то можно уже сразу деньги заработать, продать что-то и так далее. Система рекомендаций очень сильная в YouTube. Поэтому, если правильно проанализировать конкурентов, блогеров, тренды, свою уникальность в этом добавить, подумать, как зацепить и сделать так, чтобы удержание на ролике было хорошее, то есть зацепить внимание зрителя, то через рекомендацию можно очень много без вложений набирать просмотров. Ну, а если платные использовать, то есть посевы, накрутки, они не работали и не работают сейчас, то есть это только убьет канал. Также из платных есть эффективных, это Google Adwords и реклама у блогеров. Если Google Adwords не работает на территории России сейчас, это да, но мы все клиентов перевели на рекламу за рубежом, там 170 миллионов человек по всему миру русскоговорящих, на которых можно настраивать рекламу. Плюс еще та аудитория, которая сидит в России, но через VPN, они все тоже как бы для YouTube считаются, для Google, как будто за рубежом. Вот, поэтому в целом можно рекламный трафик пускать. И реклама у блогеров тоже очень эффективная. Здесь есть несколько вариантов. Первый – либо ты просто заказываешь рекламу, либо интеграция, либо появляешься выпуски у этого блогера, и он там делает рекламу твоих продуктов, либо твоего канала. Но также, даже если ты просто появишься, кто-то у тебя возьмет интервью на популярном канале, ты не заплатишь на него деньги, потому что он не разместит ссылку на тебя, ты все равно будешь с этого канала получать трафик. Ты замечал, когда-нибудь, не знаю, посмотрел ролик «Дудя» интервью с каким-то героем, и потом в YouTube тебе рекомендуется канал этого героя, который у него был. Ты не рекламировал. Да-да-да. Потому что YouTube понимает, что если этого героя смотрели на этом канале, значит он интересен тебе, и его контент будет продвигать. Поэтому не только свой канал важно вести, но и в целом стараться появляться на других каналах, чтобы создавать такой информационный вакуум. Вакуум заполнять. У меня так было, помню, с одной интервью Хакамадой посмотрел, в итоге мне вся лента в Хакамаде была там два дня. Да. Или ты с друзьями о чем-то разговариваешь, там что-то обсуждаешь, и тут такое, типа, тебе рекомендуют. Было даже настолько… Вот мы с друзьями сидели, фильм какой-то обсуждали, и мы не могли вспомнить какой-то момент фильма. И YouTube рекомендует отрывок именно с этого момента фильма, который, в основном, даже до такого доходило. Поэтому я люблю YouTube больше. Ну там же, да, есть фишка, что, типа, там, особенно в айфонах собирается информация, да, там, с голоса, да, с поисковика, и это потом используется, там, в машине Google, Facebook для обсуждения релевантного контента. Хоть они говорят, что они не имеют права, не делают этого. Вот вопрос еще один. У блогеров именно в YouTube или можно в инсте рекламироваться? Ну, мы говорим сейчас про YouTube, поэтому эффективнее рекламу заказывать на той площадке, которую продвигать. Если вы продвигаете YouTube канал, то лучше у YouTube блогеров. Вот. Инста и YouTube все-таки маленько разная аудитория. Инста более такой поверхностный, быстрый контент, и YouTube больше это. Ну, хотя в YouTube сейчас есть и та аудитория, которая смотрит, тоже такая быстрая, поверхностная. Поэтому очень важно делать шорс такие, которые бы побудили посмотреть основные выпуски, да. Вот как мы с тобой там нарезку, например, делали. Мы их выложили на YouTube, и людям интересный отрывок, а что там в полной версии. Все равно. Ну, например, на примере кейса расскажу ответ на этот вопрос. Карина Нигай, фэшн-блогер, у нее там миллион с лишним было на тот момент в Instagram, сейчас уже больше, а в YouTube там 200 тысяч. Но когда мы выкладывали новый ролик на YouTube, делали анонс в ее Instagram, а в охватах у нее было там 60 или 80 тысяч просмотров в Stories в день. И из этих там 80 тысяч всего 1000 людей переходило на YouTube. То есть, ну, это прям реально горящая такая аудитория, которая потребляет, видимо, весь свой контент. То есть мало переходит из этого. Но, с другой стороны, вы можете, когда YouTube, контент для YouTube генерировать, вы его можете также в Insta рекламировать отрезки, рилсы, вставки и так далее. Или в посты этот пост. То есть любой ролик – это текст, это сценарий. Это может быть несколько постов в Instagram. И вы параллельно можете рекламу у блогеров закупать и использовать этот контент, который вы изначально вроде для YouTube сделали и для Insta. Очень важно вот коллаборировать между всеми социальными сетями, чтобы был один общий механизм, который будет продвигать ваш личный бренд или продукты и услуги компании. Ты хотел спросить? Ты завис? Да, хотел спросить. Да, слышно меня? Да, сейчас слышно. Да, хотел спросить, все-таки, вот, что делать людям, которые, типа, таки спрашивают, да, там, мне чего ввести Instagram, YouTube, типа, мне с чего начинать, что мне продолжать, в чем отличие этих двух площадок, как бы, вот. Можешь объяснить, да, как человек, который там занимается, как бы, для кого YouTube-то нужен вообще? Для более вовлеченного контента в плане, ну, продолжительного, так скажем, да. Да, то есть, просто в Instagram-то мы вот это все щелкаем быстро, да, а в YouTube мы дольше смотрим, взаимодействуем, правильно? Я, как заядлый пользователь YouTube, буду говорить, YouTube, конечно, лучше, уходите из инсты, YouTube лучше, я за YouTube, но объективно круто ввести ту и другую социальную сеть, потому что, если вы на YouTube станете популярным, то части аудитории будет интереснее за вашей жизни следить, который в Instagram уже более все равно вы раскрываете подробно, а если вы не ведете Instagram, тогда, собственно, вопросы сняты. YouTube для кого? Это больше, в YouTube, во-первых, рекомендации гораздо лучше работают, то есть, органический рост вы можете, то есть, если есть задача продвигать ваш бизнес бесплатно, без вложений по факту, вы это можете делать бесплатно, выкладывать ролики, если там самостоятельно это делаете, то вы уже можете бесплатно получать продажи бизнеса в Instagram, насколько я знаю, этого нельзя делать, может быть, сейчас там он рилсы продвигает, но они тоже насколько хорошо продают. Подписчиков, да, но, то есть, там целая серия контента. То есть, у меня была даже онлайн-школа по обучению YouTube-маркетологов, и одно из офферов, которые были, там, ну, типа, когда ты менеджер Instagram, тебе надо укладывать по миллионных сториз в день, а когда ты менеджер YouTube, там, два ролика в неделю всего. Поэтому очень гораздо больше преимуществ с точки зрения операционной работы, хотя сами ролики дольше, конечно, готовить, выкладывать. Поэтому, для кого YouTube? Для любого, по факту, предпринимателя, чей продукт могут купить люди, находящиеся где угодно. То есть, ну, условно, если вы владелец ларька с мороженым где-то в торговом центре в Подмосковье, ну, скорее всего, нет смысла идти на YouTube, потому что ваши клиенты будут в этом торговом центре только. Если у вас онлайн-школа, наставничество, недвижимость вы продаете, там, и ваши клиенты по всему миру, производство какое-то, да, франшизы, вообще все, что угодно, что люди могут купить, находясь из любой точки, YouTube точно нужно делать, потому что это в российском YouTube качественного контента конкуренции нет, и вот в любом случае отпустите кусок пирога и будете зарабатывать деньги, там, первый и во второй месяц уже какие-то продажи можно делать. Вот. Но тут вопрос именно подбора стратегии и формата для каждого. То есть, многие заходят, но бросают. Почему? Потому что либо не видят сразу с первых роликов результат, либо они в целом не хотят сниматься или быть блогером. Как раз для кого-то стратегия просто реклама. Рекламу пустил, вкладываешь деньги и все, используешь эту площадку. Для кого-то там нет желания много контента снимать, но можно имиджевая история там сделать, там, десяток роликов, которые просто ответят на все возражения людей, покажут процесс работы, не знаю, какой-нибудь производства. Эти ролики вы можете использовать в воронках, в рассылках, в Инстаграме и вот как сайт-визитка, только YouTube-визитка такая, да, имиджевая история. Менеджеры могут отправлять, на, посмотри ролик для каких-то своих целей. Кто-то хочет быть блогером, кто-то хочет вот прям вкладываться, ему нравится то, чем он занимается, он хочет делиться, поэтому можно реально бесконечное количество контента делать. И каждый ролик, преимущество YouTube в чем, в отличие от Stories в Инстаграме или поста, который потеряется, в том, что YouTube ранжируется год, два, три. У тебя эти ролики, которые ты выложил два года назад, они до сих пор набирают просмотр. А если правильно сделать, правильно оптимизировать, правильная структура, вечно зеленая тема и работающие воронки, на которые вы закрываете после просмотра роликов, чтобы человек перешел. Ну, естественно, даже через три года этот самый ролик может приводить вам деньги и клиентов. Да, формирование контент-клана – это тоже отдельная тема, там, стоит 20% делать хайпового контента, который можно здесь сейчас набрать больше просмотров, но 80% контента – это как раз желательно вечно зеленый контент делать, который и в топ можно вывести, и в рассылках использовать, и который всегда будет актуален, не привязываясь к каким-то трендам, датам, фактам, временным новостям и так далее. Вот. Ответил на вопрос? Ещё хотел спросить… Так, раз, раз. Что-то там вырывается. Ребята, нас вообще слышно? Там присоединяйтесь, пожалуйста. И напишите ниши, если слышите, прям, может быть, накидаем какие-то конкретные идеи, да, что можно отснять. Какие? Или вопросы? Вопрос в следующем. Всё-таки важен ли продакшн? Потому что вот все видео, которые у меня залетают, я их снял вот буквально вот так вот, знаешь, типа, то есть я лежал, что-то наговаривал, я помню, пошёл на «Матриц-4», и, короче, после премьеры фильма просто пришёл в гостиницу, это было в Калининграде, и записал 25-минутное видео, мой видеообзор на, типа, фильм «Матрица», где я объясняю свои смыслы, свои мысли по поводу этого фильма. В итоге, короче, тут же залетает в топ порядка 50 тысяч просмотров, тысячи комментариев, и думаю, ахуеть, типа… То есть я просто вот лёжа вот так вот, типа, знаешь, на кровати снял видео, а когда стараешься, знаешь, типа, там, продакшен, монтаж, там, знаешь, съёмки, там, три камеры, звук охеренный, вообще абсолютно не залетает, да? Как будто, знаешь, это баннерная слепота такая у людей, у крутого продакшена. То есть, видимо, людям, может, хочется более такого типа живого контента, я не знаю, что думаешь? Есть несколько мысленно этот счёт, и важно для каждого, наверное, просто следовать своим желаниям каким-то. Но первое мысль, которую важно понять, что сразу, когда вы начинаете YouTube-канал, вкладываться в дорогой какой-то продакшен контент абсолютно не целесообразно, нет смысла. Потому что, во-первых, как я уже в начале сказал, YouTube-у важно понять, что вы нашли серьёзно, и он сразу первые ролики, скорее всего, не будет продвигать с вероятностью 90%. Поэтому, когда вы вложили с деньгами, вот сделали всё классно, и он набрал там тысячу просмотров, естественно, руки опускаются, и потом вероятность, что вы бросите, будет больше. Поэтому, когда мы берём клиентов в работу, мы там первый месяц-два делаем максимально простой контент, который можно там за один день отценить сразу на месяц. Чаще это какая-то говорящая голова на монтаже уже там ставки, динамика добавляется. Потому что очень мало времени у наших клиентов это занимает, но при этом мы наполняем канал в целом контентом, чтобы понять, чтобы YouTube индексировал эти ролики, начал ранжировать, чтобы наш канал начал в поиске появляться, чтобы с поиска целевая аудитория пришла. И эти ролики, они всегда будут ранжироваться. И потом уже с этих роликов будут первые продажи, потому что по факту, чтобы сделать продажи, надо просто дать ответ на какой-то. Вы можете даже этот ролик первый, который сделаете, разослать по вашей базе. Возможно, именно ответы на этот вопрос или закрытие именно этого возражения будет необходимо для человека, который уже в базе, но у вас не купил, вы за него заплатили деньги, чтобы он принял решение о покупке. Вы уже сможете заработать деньги. И потом, когда вы уже видите результат, о, подписчики, о, деньги приходят. Поэтому уже хочется дальше генерировать контент и экспериментировать в новые форматы. Поэтому я бы подключал более сложный формат в следующем уровне. Плюс уже какая-то аудитория собирается, она уже вас знает, то есть точно какие-то просмотры наберут. Вот. Лучше делать простой контент, но стараться делать его интересным. То есть, что касается качества, очень важно, чтобы вот был звук хотя бы там с петличного микрофона, который будет. То есть, если картинка плохая, а звук хороший, вам это простят. Да. То есть, приятно будет слушать. Но если какая-то классная картинка не была, но звук херовый, скорее всего, ролики не будут смотреть. Все-таки качество лучше делать. Ну, хотя бы вот элементарное на уровне. Ну, качество картинки любой телефон сейчас хорошо снимает. Вот. А звук. Но не выдумывать слишком сложно. То есть, очень много форматов роликов, которые вы без оператора и сами самостоятельно можно отснять. А экспериментировать уже когда он будет приносить первые плоды и результаты, чтобы не бросить. То есть, получается, если я резюмирую, да, как продвигать в YouTube в 2023 году? Получается, это систематичность контента, выкладки, да, соответственно, нишевание, что ты сейчас сказал. Это, естественно, там, определенная SEO-оптимизация, да, то есть, понять, как бы, что интересно людям, для кого мы снимаем, да, чтобы это все ранжировалось, да. Миксовать с каким-то таким хайповым контентом, чтобы какие-то ролики залетали, да, там, на больную тему, которую сейчас, да. Что еще посоветуешь? Ну, самое главное, начать нулевой пункт, это с цели. То есть, зачем вам YouTube-канал? Для кого-то цель продажи, для кого-то, чтобы, не знаю, три раза в неделю к нему на улице подходили и фотались, знакомились. Вот я всегда консультацию оказывал парню, у которого, там, два года назад он вел канал, жил в Батуми, что-то там рассказывал про Батуми, и он, спустя два года, вернулся в Грузию, и его на улице до сих пор узнают. А, это Андрей, это ты. Хотя, там, просмотров не так много на ролику. Да, цель, на кого позиционировали, собственно, на кого-то, соответственно, исходя из понимания целевой аудитории, следующим шагом, возражения, вот эти люди, контент-план для этой аудитории уже разрабатывается. Плюс, в разработке контент-плана, кроме того, что, там, трендовая и вечно зеленая тема, важно проанализировать конкурентов, а какие из этих тем наибольшей вероятность наберут просмотров, если у кого-то из блогеров они выстрелили эти темы, значит, ну, вероятность, что эта тема интересна, надо, можно изучить, а что именно там людям понравилось, какую-то свою уникальность, по-другому раскрыть эту тему. Либо какой-то другой формат, но вот прям первые пару месяцев можно просто собрать, там, проанализировать 10-20 конкурентов ваших и, исходя из этого, сформировать контент-план просто, чтобы начать какой-то контент. А потом уже у вас аудитория это собирается, и она вам сама вот подскажет, куда, что. И если какой-то из роликов выстреливает, значит, надо дальше, там, срочно серийный контент по этой теме делать. Качество картинки и звука такое, чтобы как раз больше сам акцент был на удержании. И еще, кстати, очень такая, вспомнил штуку про качество, то, что ты спросил ролика. Для одного из клиентов мы начали прям тоже классный продакшн, там, с операторами, с динамикой, с всем сменом картинок, там, что-то еще, и нет продаж. Ну, реально офигенский ролик, и нет продаж. Думаем, что за фигня. Мы не учли тот момент, что аудитория у этого клиента чуть старше, там, 50+. И чем дебильней монтаж, там, с какими-то вот, как в 90-х годах условно, тем мы просто сделали говняный монтаж, и он начал заходить просто. То есть там продукт для женщин, которые там в возрасте уже. Поэтому очень важно понимать, собственно, свою целевую аудиторию. Не только какой контент им нужен, да, но и в том числе, как его преподнести им, как они его воспримут. Может быть, вообще динамика не нужна нарезать, а вот надо просто вот монотонный какой-нибудь дяденька лекции, и это будет лучше продавать. Вот. А насчет, кстати, вопроса Эльвира задала. Едешь на локацию 500. Ну, на локацию можно, всегда полезно съездить на красивую. Вот мы в интервью с тобой, Макс, говорили, да, что вот природа кругом. У меня сейчас ночь, я на Самуи, тут тоже горы. То есть даже если ваши ролики с красивой локацией наберут мало просмотров, вы все на кайфанете во время съемки. Поэтому очень важный, кстати, вот пункт, чтобы не бросить, чтобы стабильно публиковать, интегрировать YouTube в вашу жизнь. Чтобы это не было, вот знаешь, как бы, вот надо ехать на съемки какой-то, а просто вот вы что-то делаете и вот и, о, я еду туда, можно поснимать, что я могу там снимать, то-то, то-то, то-то. Вот у меня там заранее какой-то контент-план адаптировался с теми расписанием, с теми локациями, где ты появляешься в этом месяце, где-то там позвал друзей, чтобы они тебя поснимали, или там сказал, а снимайте тоже, и в итоге у тебя уже исходники с разных камер. Я часто там в своих путешествиях говорю, берите камеры свои и снимайте. Горизонтально только. Все в инсту снимают? Я говорю, горизонтально снимай, быстро мне пригодятся исходники. Вот. И тогда просто в кайф это происходит. Ты наслаждаешься и видами, и путешествиями, и встречами с людьми, и параллельно снимаешь по заранее заготовленному плану. Вот. А вообще для каждого своя стратегия, и я думаю, что если кому-то будет интересно, можно в директ мне плюсик поставить, бесплатную диагностику сделаю по вашему бизнесу. Да? Можно же оффер сказать какой-нибудь? Правильно? Что-что? Оффер? Оффер же можно сейчас сказать какой-нибудь? Ну, ты уже, ты уже, ты уже начал? Нет, сейчас я отключу и не знаю. Да. Ну, я имею виду, что бизнесов разного. Вот я сейчас смотрю комментарии, там, сейчас чего-нибудь накидаем, но суть в том, что там за 15-20 минут я могу вам лично накидать идеи, сказать, что лучше, как лучше сделать. У меня там разные форматы, я не обязательно как подрядчик захожу на проект, но и как наставник, может быть, я просто передам вам знания, и вы будете это делать. Кому-то интересует просто плюсик поставьте в директ. И я очень надеюсь, что, Макс, ты, я видел, нестабильно публикуешь ролики. Вот что у тебя, какие сложности возникают, чтобы вот прям стабильно зайти на YouTube? У тебя же классный контент, может быть. Ты душевный парень. У меня, знаешь, какая тема, это не только в YouTube, это вообще, в принципе, там, все мои социальные сети, которые веду, они в меня ведутся тогда, когда мне хочется. Ну, типа, у меня бывает, знаешь, там, вообще, там, время затишье, я не знаю, я могу месяц ни хера не публиковать, да, потом такой, опа, типа, что-то прочитал, что-то узнал, не знаю, какая там мысль появилась, вот такой, бамс, надо этим поделиться, да, вот. Поэтому ко мне стучалась куча команд, да, типа, там, продакшн, типа, там, давай мы тебе YouTube будем вести, давай мы тебе Instagram будем вести. Я просто вспоминаю Аяз, с которым я два года работал, да, и вот, когда Аяз вышел из компании, на одно время, да, там, на год он уехал в кругосветное путешествие, из-за него команда вела контент. Он тогда ВКонтакте сидел. И продажи упали, да, там, вовлеченность упала, потому что видно было, что это не Аяз снимает, да. И, как бы, я, когда это все увидел, ну, в плане, как, проанализировал, да, я понял, что социальная сеть, ну, лично для меня, да, это все-таки способ коммуникации с людьми, да. То есть это как, вот, например, если бы не было интернета, я бы это все рассказывал в кальянах, сидел бы там с друзьями и с ними бы делился своими, там, какие-то мыслями. А так у меня есть возможность делиться мыслями, там, с большим количеством людей, да. Вот. Но так как я это делаю, как сказать, от души, да, то есть как бы я ничего себе не выжимаю, не, значит, там, типа, там, конкретные задачи, знаешь, там, продать, не знаю, там, блядь, вот сегодня надо, блядь, снять видео. У меня такого вообще не было. Не знаю, будет ли, вот. Но я знаю, что это моя слабая сторона, наверное, даже и сильная, потому что у людей нету понимания, а когда чувак этот, выложит новое видео, людей не доебывают продажами, как бы, да. То есть, по сути, получается такой душевный диалог, наверное. Ну, не знаю, со стороны тебе виднее, да, там, ты, наверное, смотрел мысли сами сети. Ну, вот в этом и очень такой, если ты просто канал для души наиспользуя, ну, там нет смысла никакие офферы давать, просто рассказываешь, делишься, люди пишут, вовлекаются. Ты даже у меня устроил активность под своими же шортс, что люди начали вовлекаться. То есть, тебе в кайф это видно, общаться с этой аудиторией. Я даже не захожу просто в Инстаграм, что-нибудь выложу, я не читаю ничего, я другой. И, конечно, тогда, наверное, нет смысла. Но, знаешь, это тоже вот в маркетинге есть. Когда ты долго очень дружишь с клиентом, или я же у тебя это и видел, по-моему, Да. А, я у тебя это и видел, да, я у тебя и видел, по-моему. Видишь, как это работает? Вот, вот. Я просто смотрел, уже изучал, что ты там накладываешь, да. Вот ты говоришь, ты долго дружишь с клиентом, и потом он, ну, бесплатно, короче, ты ему советник. Поэтому, как бы, если ты вовремя ему не предложишь что-то, и ты можешь не в каждом ролике это делать, или в каждом, но нативно. Просто, чтобы они хотя бы знали, что ты этим занимаешься и куда тебе написать, чтобы ты не навязчиво это делал. Собственно, как любая продажа сейчас наиболее эффективно и происходит. Когда там вставки, какие-то рекламные интеграции, ну, они реально пролистываются, как правило, вот эта слепота. Вот. Ну, и вот этот стадоинксинг тоже можно создавать, ну, то есть всякие уловки, приколюхи там. Или когда ты даже просто про кейсы свои рассказываешь, разбираешь истории, все равно люди видят, они, ну, просто хотя бы им, они должны иметь возможность, куда они тебе могут написать. И с ютуба реально такая аудитория, вот преимущество еще одной ютуба в том, что, когда заявки уже приходят с ютуба к вам, у них, их не надо отрабатывать и, там, отвечать на вопросы, закрывать возражения. Ваши менеджеры у вас в компании будут тратить минимум на них времени, потому что у них только один вопрос в большинстве случаев, это куда платить. Я уже тебя посмотрел, я уже тебе доверяю, я уже друг, и я себя как-то раз поймал на этой мысли, что пришел на какое-то мероприятие на творкинг по бизнесу, и такой, о, Костян, здорово, подхожу, хочу поздороваться с парнем. А он такой смотрит на меня, ну, типа, не знает, типа, ты кто? Я такой, твою мать, я же просто слежу за ним там в ютубе, смотрю ролики, и я реально уже думал, что мы с ним знакомы друзья, а он меня даже не знает, вот. Хотя я уже хотел принести по факту ему деньги, там, по его продуктам. Вот, много преимуществ, и вот важно как раз от цели отталкиваться, поэтому вот то, что ты там обзор делаешь, там, психологов, сачи обозревал, то есть просто поболтать прикольно, то есть, ну, кто это смотрит? Та аудитория, которая, ну, просто и потребители, потреблятся, потреблятся, короче, смотрят, просто смотрят ролики, то есть они из тех, кто ничего у тебя и не купят, скорее всего, на этот контент. Знаешь, знаешь, какая мысль мне пришла сейчас в голову, общаясь с тобой, да, что вот мы с тобой оба маркетологи, ну, изначально, да, то есть, как бы, вот, ну, понятно, что я там немножко шире пошел, вот, у тебя специализация, как бы, маркетинг, да, там, продвижение ютуба, хотя я тоже одно время этим занимался. Да, я, как бы, поймался на мысли, что я могу тоже, как бы, посоветовать кому-то, как продвинуться, да, там, как там ему там ютуб канал сделать, как там еще что-то, но, блядь, не тупо лень самому это делать себе. То есть мне просто хочется, типа, сказать, «Ребята, отъебитесь», я просто хочу, блядь, вот взять, за этом, как ты сказал, да, там, за это вот мне сати, там, ситуация сати была интересна, там, для разбора, я взял просто, блядь, сел, блядь, свой этот диван, блядь, на улице, да, там, блядь, снял и выложил. И мне похуй, 100 человек посмотрит, 1000, 10 тысяч. Просто захотелось, выложил. Хотя, если бы мой клиент так сделал, если бы я вел ему YouTube, если бы я был его наставник, сказал, ты что, типа, давай там, покрутим, повертим, там, да, там, рилсы, шорсы, там, монтаж туда-сюда. Хотя, вот, ну, мне тупо лень, реально. Ну, вот это как раз цель, да, то есть у тебя канал для души, ты, собственно, это и делаешь, делишься. И у тебя все равно есть Арава-Аудитория. Но если ты при этом просто хотя бы будешь так же болтать с кем-то на других каналах, то твой канал станет гораздо популярнее. Просто поверяясь на других каналах. Поэтому с тобой болтаем. Да. Подписывайтесь на канал Макса. Кто еще не подписан, приходите на YouTube. Максим Головусов в YouTube набираете. Кстати, это тоже одна из сейчас фишек, алгоритмы. Когда ссылаются другие ресурсы на YouTube, он уже все равно так подозрительно относится. То есть еще когда свои социальные сети, еще ок, нормально. А когда вот закуп там рекламы, посевы, они раньше плохо работали, а сейчас могут просто негативно повлиять на канал. То есть лучше просить людей найти в YouTube через поиск, чтобы зайти на YouTube, написать Макс Головусов. Или там мой канал, например, можете посмотреть TripAdvisor. Я просто вот беру интервью сейчас с предпринимателями, тоже немного просмотров набираю. Но это тоже моя душа. Мне просто в кайф приходить общаться с людьми. YouTube-канал – это некий вход для классной аудитории, там, к тебе, да? Я пришел домой, мы познакомились, там посидели. И при этом неважно, что у меня… Мне по барабану сколько эти ролики наберут просмотров, потому что по факту моя целевая аудитория – это и есть те люди, к которым я прихожу, и с которыми я это… Либо те там несколько сотен или тысяч человек, которые… Из которых будет вот точечно какие-то мои целевые, которые будут все-таки смотреть этот контент. Поэтому… Ну и больше я для собственного кого-то развития, для… То есть общаясь с другими людьми, прикольно. Поэтому вы можете экспериментировать с форматами, смотреть не только говорящим головам. И вот у тебя очень хороший фильм получился и второй по популярности ролик. Я не знаю, продвигал ты его или нет. Да, продвигал. Про твою историю. Ну реально же интересно. Я его не весь посмотрел, там пролистал. Много что ты им рассказывал на интервью. Вот. Но это вот как раз идея творческой реализации. И для кого-то это будет круто. То есть не просто говоря, что ты говорил. Спасибо. Спасибо, что посмотрел. Я, кстати, тоже хотел добавить, что у меня же музыкальная группа еще есть. И у меня там абсолютно так же. Ну типа у меня нету плана. Я знаешь, я вот первый музыкальный альбом записал семь лет назад. В итоге семь лет я не писал музыку. Через семь лет я такой, бля, у меня накопился материал, давай напишем второй альбом. Я собрал музыкантов. Мы там все это сделали. Целый год писали альбом второй. Там пару раз выступили, все. Я опять ушел в затишье. Я как группа гориллы, знаешь, которая типа не существует. Там какой-то контент пишется, да, там типа чисто для кайфа. Вот. И потом они уходят в небытие. Через пять лет опять там собираются, там делают какую-то песню, там и опять. Вот. У меня по сути вот везде так же. Прикольно. Ну вот музыка тоже можно и на ютубе продвигать. Но это одна из тех ниш, которой я не занимаюсь. То есть я не только специализируюсь на ютубе, но я все-таки на работе с предпринимателями. А вот музыканты и детские каналы. Принципы все те же, но я даже вот не хочу туда идти, потому что там другие проблемы, авторские права и так далее. Но если вы свою пишете, то тоже можете просто выкладывать, делиться. Но ее надо там с отдельной стратегией рекламы подвигать и так далее. Вот. И насколько я знаю, у тебя мероприятие, да, будет сейчас на Бале 15-го, ты говорил, в твое выступление? Что, что я говорю? Будет? Насколько я помню, у тебя еще на Бале сейчас выступление какое-то, да, будет мероприятие? А, да. Будет? Да. Да, у меня 15-го марта, я сделал себе выступление, не знаю, сколько там соберется, вот, на первом было 100 человек, на втором 10, потому что оно было платное. Вот, на третьем, не знаю, я поставил маленький ценник, вот, до вылета с Бали я решил тоже как-то это. Просто у меня куча книжек, мне родители привезли мои книги. Вот, просто я думал, тут будет большая конференция, а ее сдвинули на апрель, а мне уже надо улетать. Поэтому у меня вот такая стопа книг моих, мне надо их сбагрить. Поэтому я ради этого делаю мастер-класс. Ну вот, как одна из идей интеграции Ютуба, да, в жизнь для ребят, что вот вы где-то выступаете, я там бизнес-завтрак здесь проводил, мы с вами недавно собрались, просто из чата ребята, мы там 15-20 человек поболтали, дал им пользу, а ты можешь все равно снимать выступление свое, и там, во-первых, нарез, вот уже автоматическая генерация контента, как простой пример. Про отшельника тут пишут, по химандизайну, но я тоже отшельник 24, отшельник-оппортунист, и мне иногда вообще, я иногда даже могу зайти, удалить Инстаграм с телефона, просто чтобы не заходить туда, и ни с кем не общаться. Вот сегодня, кстати, ты отшельник по химандизайну, а я по жизни, мне кажется, отшельник. Сегодня как раз тот самый день, что я вообще ни с кем не общаюсь, я просто в себе, в своих делах, ну вот с тобой договорились заранее, и вот вышел в люди. Да, Макс, ты крутой, приятно слушать, это прям, ну, тебе реально интересно слушать, и когда ты делишься, а кто ты по химандизайну, кстати, вот тут про манифесты уже точно. Я этот проектор. А, тоже проектор. Ну вот, и нам важно вот это признание, вещать, транслировать, поэтому я тоже проектор. Поэтому круто, вот когда вы производство контента делаете, и неважно в Ютубе или где-то, соединяетесь со своей жизнью и с тем, что вам в кайф, и делать это в кайф без напряга. Любой формат можно подобрать, любое взаимодействие с аудиторией, любого качества делать ролики, просто вот по своему пути, когда вы идете. Мы, когда запускаем клиентов, распаковываем. Еще, кстати, интересная тема по поводу химандизайна. Есть этот, векторная психология, слышал? Просто слышал, не изучал. Ну, просто, если такая тема началась, да, вот, от меня рекомендация, просто я в теме психологии очень увлекаюсь. Вот, если вам интересно структуризация людей, так скажем, сегментация, которая, которая, кстати, будет очень полезна и там в YouTube, и в Instagram, и там, как понять образ, архетип, да, для клиента, да, там, или для компании, поизучайте векторную психологию. Да, векторная психология, это когда мы делим людей и анализируем их поведение, исходя из главного отверстия, да, у человека. То есть, ну, не к эфиру будет сказано, там есть условно анальщики, есть уротральщики, есть аральщики, да, вот, вот, это вот такая тема интересная, да, векторная психология. Потом интересная штука с, а, этим-то, господи, а, спектр, этот, господи, спектральная динамика развития личности, короче, вот, тоже прикольная штука. Спиральная динамика. Спиральная, да, извините, спиральная, да, вот, короче, сам этим увлекаюсь, вот, и действительно реально работает, то есть, когда ты, например, пытаешься понять, там, клиента, да, там, или человека, там, или как вообще к нему подойти, подъехать, да, вот эти штуки, они помогают лучше понять, вот, поэтому всем рекомендую, такая интеграция рекомендаций от меня в плане психологии. Спиральная динамика, насколько я знаю, очень глубокая и большая тема, ее детально изучать, а вот векторные тут поизучаю. А есть еще вопрос по Ютубу, или ты тоже можешь, может быть, я вижу, моя аудитория смотрит, что-то тоже предложить аудитории, я же про то, чтобы отдать пользу какой-то людям, как какой-то контент, следующий шаг, это вот как раз одна из историй, как в роликах, которые вы делаете для своей аудитории, всегда должен быть следующий шаг, люди всегда делают то, что вы им говорите, если вы ничего не скажете, не предложите, они так и будут просто смотреть, это никак не скажете. Поэтому давай следовать своим же советам, что ты можешь моей аудитории, например, или своей предложить. Я уже, собственно, сделал это. Ну, я могу предложить тем, кто меня знает или не знает, смотрит эфир, случайно попал, твои подписчики, я сейчас занимаюсь наставничеством и консалтингом именно с точки зрения роста. То есть, во-первых, ко мне приходят ребята, маркетологи или специалисты, или кто-то, я им объясняю, как выйти на лям в месяц, и если ты уже имеешь лям 2-3 в месяц, как тебе еще больше. За счет чего? За счет двух подходов, сознательного и бессознательного. То есть, так как получилось, что я 10 лет занимаюсь рекламой, у меня как бы есть, ну, я работал с большим количеством там проектов, спикеров, у меня есть бизнес-опыт, да. Вот, это рациональное, да, то есть мы с точки зрения рационального смотрим. И бессознательное, да, я с детства увлекаюсь психологией, у меня в этом талант, вот, те, кто был на моих выступлениях, там, на тренингах это видели, да. Вот, и, соответственно, с двух сторон мы, когда человека берем, сознательное, бессознательное, да, вот так вот цепляем, получается очень крутой результат. И продуктом того, что я объясняю, являюсь я сам, да, вот, и упомянул фильм «Борьба за внимание», можете посмотреть на ютюбе, да, там про мой кризис, из которого я выходил и был в полной жопе, вот, за год в итоге в X10 во всех сферах, то есть здоровье, там, деньги, отношения, вот. Поэтому, короче, кто хочет роста, развития, пожалуйста, приходите, если я вам откликаюсь, буду рад вам помочь. Супер, супер. Мне кажется, классный эфир был. Если у ребят вопросов больше нет, напомню, что Макс красавчик, и он действительно может дать нестандартные решения какие-то в вашей истории, в вашей ситуации. Я же не только там работаю с ютюбом, я тоже влезу и в продажи, и в маркетинг, и работаю с головой, в том числе сейчас с телом, там, тантры занимаемся, как гармонии прийти и так далее. И это все совокупная работа, как раз проявление себя через видео, через вот не только, да, медиа-инструменты, но и в целом чувствовать себя при этом гармонично, классно и реализованно зарабатывать деньги в кайф. Поэтому, кто там разбор хочет от меня получить, в директ, просто плюсик напишите, я скину подробности, там, 20-минутная диагностика будет бесплатна. Вот, и благодарю тебя за эфир, мне кажется, было полезно. Да, взаимно. Спасибо, что записался на интервью, получилось прикольно. Я думаю, еще повторим. А, ты же улетаешь. Я, наверное, вернусь. Так скажу. Ну, тогда буду рад увидеться. К тебе на мероприятие не попадаю, но хотя бы вот отдельное мероприятие сделали. Благодарю всех, кто пришел. Пишите. Спасибо. Спасибо, да. Пока-пока.